Сегодня побыстрее до развязки, наверное, не 40 минут, как вчера, минут 10, наверное. Из-за строительства новой развязки на Змеиногорском тракте пришлось изменить схему движения. Старое кольцо передвинули на 40 метров. Именно на этом месте появится конструкция железобетонного путепровода номер один, составная часть будущего тоннеля. Подрядчик уже вовсю работает за забором на территории временного строительного городка. Сейчас здесь готовятся к переносу систем напорной канализации и газопровода. Закупают основные материалы, колодцы, трубы. По ходу работ пришлось внести коррективы в движение, перенести кольцо. Раньше его проезжали, большегрузы и так далее. И, по сути, своими колесами заезжали на обочину, на какую-то газонную часть, для бы срезать путь движения. Сейчас, когда забор поставили, немного уменьшился для того, чтобы заходили. И, по сути, сейчас грузовик, дальномер занимает две полосы. Количество полос не изменилось. Движение, по сути, осталось прежним, как на старом кольце, подчеркивает эксперт. Подумали и о пешеходах. Их маршрут указан на остановочных павильонах. Такая схема дорожного движения будет действовать до конца 2023 года. Чтобы максимально избежать пробок, планируют внести еще некоторые коррективы. Сейчас устроена дополнительная полоса, движение устраивается в районе КП. Разобрали сейчас тротуар, устроили щебяночную подготовку. В ближайшее время, как позволит погода, мы заасфальтируем этот участок дороги. Весь транзит в город Барнаул, как бы, минуя кольцо, мы ее попробуем деленаторами выделить, как бы, чтобы они правилами кольца не пользовались, и целиком проходили сюда, в город Барнаул. Чтобы максимально разгрузить трафик, эксперты совместно с ГИБДД рассматривают возможность добавления еще одной полосы движения на Южном тракте. Добиться этого хотят путем сужения строительной площадки, но не дальше, чем опора линии освещения. Этого должно быть достаточно, чтобы организовать две полосы движения шириной по 3 метра. Предположительно, весной 2024 года в связи со следующим этапом строительства развязки появится другая схема движения, которые уже разрабатывают совместно с техническим вузом. Напомним, новая развязка будет состоять из трех уровней. Тоннель, вот это будет одностороннее движение, одна полоса по тоннелю, и она пошла сразу на Змеиногорск. Тоннель первый уровень, круговой перекресток Змеиногорского и Южного трактов второй, а путепровод, соединяющий шоссе Ленточный Бор с трассой А322-3. По словам экспертов, конфликтных точек пересечения транспортных потоков не будет, А пока нужно привыкнуть и перетерпеть временные неудобства. Строительство планируют завершить к концу 2024 года. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком.